Это считается место массового отдыха, там, где люди отдыхают. Стоят аншлаги, купаться запрещено. Как бы велик не был соблазн окунуться в жару в водоем, на Затоне Амурской один, ему необходимо противостоять. В первую очередь из-за соображений безопасности. Зея в этих местах славится коварными воронками, ямами, сильным течением. И это не пересказанные страшилки. 1 июня, в День защиты детей, неподалеку случилась первая в этом году трагедия. На воде в областном центре утонула 11-летняя девочка, которая пришла на берег вместе с подругами. Корникова Полина, ученица второй школы, в которой произошла трагедия. Утонула девочка. И поэтому сегодня состоялось мероприятие, инструктаж по технике безопасности на речке. Нам показывали инвентарь, в котором работают здесь, на реке. Показывали спасательные предметы, круги. Пласты. Еще нам рассказывали о детях, которые погибли в прошлом году, в этом году. Показательные уроки для школьников – одна из возможных мер профилактики. Поэтому участников профмероприятия ознакомились с инвентарем спасателей. Дали примерить их снаряжение, рассказали, как правильно пользоваться. И обязательно проговорили с юными горожанами случай из практики. Главная цель такой практики – убедить их не рисковать жизнью ради мимолетного желания искупаться. И, конечно, научить оказывать помощь тем, кто попал в беду на воде. Такие инструктажи у нас будут проведены во всех сменах. Планируется более 120 профильных смен в образовательных организациях города. Кроме того, на территории города открыты 15 лагерей с дневным пребыванием детей. И такие инструктажи будут проведены везде. Взрослые, в свою очередь, весь летний сезон будут выходить в рейды. И следить, чтобы несовершеннолетние не находились у воды без присмотра. При обнаружении таких патрули проведут с юными благовещенцами беседу об опасности такого отдыха. И составят протокол на их родителей, которых впоследствии ждет штраф. На территории города Благовещенска спланированы рейды в ежедневном формате. В составе различных служб, это на еженедельной основе, ежедневно у нас ходят матросы-спасатели, представители администрации города Благовещенска. Ну и очень много волонтеров, которые изъявили желание. У нас порядка четырех организаций, которые патрулируют, раздают листовки, проводят беседы с детьми. Это ежедневно. Стать частью общего дела должны и родители. Регулярно проговариваются со своими чадами, чем может закончиться купание в опасных, неположенных для этого местах. По возможности не отпускать детей на водоемы или посещать их под своим контролем. Напомним, в Благовещенске и в его окрестностях нет мест отдыха, где было бы разрешено купаться. Тем не менее, статистика прошлого года остается печальной. В 2023 году в столице Преамурья утонуло семь детей. 16, к счастью, удалось спасти. Полина Бреженко, Андрей Федореев. Программа «Город».